Не больно-то я мастерица сказки-то сказок. Они ведь как вышивание доброй работы узорочем всяким должны пленить. Или что терема расписные маковками да вырезными коньками тронут. Это я, конечно, о сокровенных словах намекаю. О золотом семени, что внутри каждого хранилось бы. Да уж ладно, как сумею. Давным-давно в нашем краю, где текли светлые речки, будто песни, а при токе, что при певочке, в краю, где каждое дерево не листвой, а сказкой пословицей шумело, средь белоствольных берез селение было. Радостное, чистое. Жители его бывало все в белых рубахах ходили. От старого до малого. Дружно жили люди. Кучно, как деревья в лесу. Пришла как-то в это селение на житье старуха хромая, с медным обручем на голове. Да, нелюдимая такая, ни имени своего, ни роду не назвала. И поселилась за большим оврагом у Синеусова Кургана. Жизнь кругом шумная, веселая. Лишь у этой пришлой хромой ни песен, ни басен таматка. И стали все ее колчедыхой прозывать. Не безымянной же ей быть. Даже шутку выдумали. У нас, говорили, даже кочет не кукареку кричит, а колчедыха. Ну, смеялись люди. Спроста, конечно, не злобила. Только когда до самой колчедыхи дошла эта прискозулька, она в сердцах выругалась. А потом почти все селение мужики зубами, а баба поясницей маялась. Разом дотумкали, кто такая колчедыха. Переможились кое-как, но в ножки кланяться не стали. Жизнь своей колеюшкой пошла. Никто бы больше о колчедыхе и не вспомнил, да случай вот такой вышел. Жили там две подружки. Ксюша и Нюша. Ксюша хоть с лица воду пей, красивенькая была. А Нюшу судьба обидела. И вот полюбили они разом одного парня. А тот ясно выбрал Ксюшу. И родители уже сговорились, вот-вот свадьбе быть. А Нюша сохнет. Все ей кажется, что парень-то предназначен ей с рождения. И сердце молчует, и сны о том же подсказывают. Да не сбываются ее думки тайные. И надумала она колчедыхе сходить. Дескать, жалится-то, присоветует чего-нибудь. Говорят, знающая ошибка. Отправилась ночью. Вот и дом ее, в чертополохе да в репье. Сама, что ли, сеет? Стукнула Нюша в окошко, выглянула хозяйка, зайти велела. А голос какой-то болезный. Пожаловалась Нюша. Как месяц народиться, спать не могу. Хвораю. Зашла Нюша в избу. Хмельной, теплый дух ударил в голову. В большом чане на очаге варились диковинные травы-корешки. Усадила колчедыха гостью. А та совсем оробела, но держит себя. Обратного пути нет. Потом, осмотревшись, стала наблюдать потихоньку за старухой, что к оконцу подошла. Видит, протянула та свой костлявый перст и манит с неба месяц. Колдует и не стесняется чужой девчонке. А месяц светлый, как живой, упирается, но плывет нехотя к ней, безвольный. Приплыл прямо в ладони к старухе. Уложила она его в люлечку и в подпол спрятала. Рассыпались по половицам черные узенькие золотые стежки. Подошла ведунья к Нюше. А наша девка и рот забыла закрыть, глядя на ее проделки. Рассмеялась колдовка, довольная собой, и говорит, «Я еще маленькая была, когда взглядом своим лягушку со змеей расцепила. А то как сошлись гады, а оторваться глазами не могут, я им и помогла. Ну, сказывай, зачем пришла?» Тут Нюша потупилась. О колчадыхе и так все видно на лице девушки, как на белой бересте написано. «Все вижу», — молвила колдунья, щеку ладошкой подперла. Ну, как простая баба. Горюет вроде, сочувствует Нюше. Потом вышла в другую комнату сердовушку, принесла мешочек, раскрыла его и высыпала на стол камешки самоцветные. Никогда не видывала их Нюша. Загляделась даже. Разные они были, и голубые, и синие, и алые, как рябина в огне. И тут-то шепчет колчадыха Нюше, что девка, мол, надо. В первую очередь глаза. Да такие, чтоб ух! Испугалась поначалу Нюша, а потом обмякла, развеселилась. То ли пары от ядовитых коренев подействовали, не знаю. А камешки светятся, мигают, будто глаза девичи. Опять шепчет колчадыха, ну, давай, девонька, свои глазочки. Мне под слеповатой старухи сгодятся. А ты бери вот этих резолитовые, с золотой искоркой. До глубокой старости служить будут, и молодость в них, и краса вечная. Зажмурилась на миг Нюша. А потом и подставила глаза свои живые колдуньи. Что же дальше было? Добилась своего девушка. Счастье близкой подруги вспять повернуло. И парень-то в толк не возьмет. Как же он раньше глаза Нюши не замечал. Зеленое, с золотым, будто солнышком огоньком. Как же красоту такую обошел. Полюбил ее крепко. О свадьбе твердит. Однако до венчального дня вдруг занедужил. Лежит, тулово поднять не может. А сам, люди, сказывали, так и глядит на Нюшу, так и зацепенел. Поняла девушка, какую погибель принесли ее глаза хризолиты. Да поздно. Нельзя, видно, мертвый камень любить. Сказ «Глаза Хризолиты» Автор Лариса Надымова Сказ Ларисы Надымовой был напечатан в 1986 году в литературно-художественном сборнике «Каменный пояс» Южноуральского книжного издания города Челябинска. Больше ни одного рассказа Ларисы Надымовой мне найти не удалось. На этом все. Всего хорошего. Канал Веб-Рассказ. Юрий Шатохин. Новосибирск. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok